Добрый вечер, дорогие друзья! Приветствуем вас в прямом эфире Московского Дома книги. По традиции мы продолжаем серию увлекательных, прекрасных, очень теплых наших онлайн-встреч. И сегодня в нашем эфире будет музыкант, лидер группы «Тараканы» Дмитрий Спирин. Талантливый человек, как говорится, талантлив во всем, а Дмитрий не исключение. В июне этого года в издательстве «Бомбора» вышло дополненное издание, третье, культовой книги «Тупой панк-рок для интеллектуалов». Это рассказ об истории группы «Тараканы» и жизни неформалов 90-х. Я хочу пригласить в наш эфир Дмитрия Спирина, который расскажет все о своей новой книге. Я добавляю его в чат. Друзья, задавайте вопросы. Кстати, у нас есть приятный бонус, о котором сейчас я буквально через несколько минуточек расскажу. Ждем Дмитрия. Дмитрий. Привет. Здравствуйте, здравствуйте. Как это правильно делать? Меня зовут Диля. Не, мы так не делаем, так металлисты делают. А, да, извините, я вообще эстранница, поэтому сори. Сори, я думаю, что, наверное, ведущая у вас вообще, наверное, за последнее время впервые берет интервью, а сколько вижу, все время молодые люди. Не, бывает и такое. Вот совсем недавно одна ведущая, достаточно известная, буквально пару дней назад брала у меня интервью для своего нашумевшего YouTube-канала. К сожалению, я не могу выдавать все подробности прямо сейчас, но в конце августа это видео у нее ляжет на YouTube-канале. Ой, здорово, я даже догадываюсь, мне кажется, кто. У меня кто-то что-то сверлит, так что на все 100% обеспечить тишину на ближайший час я не смог, не договорился с соседями. Прошу прощения. Ничего страшного, я думаю, что нас ваши поклонники, конечно же, поймут и простят. Я закрепила новость. Друзья, сегодня мы с вами вместе будем свидетелями такого события, как презентации третьего уже дополненного издания книги «Тупой панк-рук для интеллектуалов». Я хочу сказать о том, что, друзья, вы сегодня, кто-то из вас получит подарок, книгу с автографом, да, Дмитрий, с вашим автографом, вот, замечательно. На самый лучший вопрос, который вы зададите в чате, мы, в общем, подарим подарочек, поэтому, пожалуйста, пишите все вопросы. Буду зачитывать, ну, а пока хочу первый вопрос задать такой вам, пока участники думают, да. Скажите, пожалуйста, чем вы занимались на карантине? Такой уж традиционный вопрос, но все же. На карантине я был весьма активен в творческом смысле. Я сочинил десятка-полтора новых песен, которые, возможно, пойдут в будущий новый альбом «Тараканов». Также я сочинял песни в рамках такого само-челленджа на своем собственном инстаграм-аккаунте, где я предложил своим подписчикам ежедневно давать мне различные темы, накидывать мне в комментариях. Я выбирал ровно одну и сочинял песню, одну песню в день на эту тему, вот, просто так, так сказать, с нуля. Вот, также я, воспользовавшись знакомством с издательством Exmos, вашим подразделением Бомбора, с удовольствием принял предложение ваших коллег о том, чтобы стать так называемым научным консультантом книжки, которая называется «Роттон». Это книжка-автобиография Джонни Роттона, вокалиста-лидера групп «Sex Pistols» и «Public Image Limited», которую я, так сказать, немножко подредактировал, чуть-чуть подрихтовал, в общем, короче говоря, сделал все для того, чтобы она была более читабельной, сделал все для того, чтобы факты в ней соответствовали исторической истине, ну и так далее. Короче, блеснул познаниями в своем собственном жанре музыкальном. Вот чем я занимался, в общем, по большому счету делал то же самое, что и всегда, разве только на гастроли не ездил. Зато сделал три онлайн-концерта, так называемые онлайн-квартирники на YouTube-канале «Таракан». Спасибо большое. А вот чем отличается третья дополненная версия от самой первой? Очень много чем, на самом деле. Самая первая версия была значительно тоньше, и она была значительно хуже сделана в том смысле, что самое первое издание издавала компания, которая, производство книжек, у которой не было главным их приоритетом и специалитетом. Они занимались производством рок-атрибутики, поэтому книжку они издали очень-очень плохо. Судя по всему, типографию, на которую они обратились за изготовлением тиража, использовали в качестве клея не какой-то специальный книжный, а не знаю какой, сапожный или, может быть, канцелярский, или еще какой-то. И книжка просто у людей разваливалась на части, они не успевали ее дочитать. Поэтому в этом смысле... Сэкономили. Судя по всему прочему, новая обложка, как вы видите, ко всему прочему, большое количество отзывов, в том числе от таких достаточно известных людей, как журналист Юрий Дудь, например, Владимир Котлеров из группы «Порнофильмы», Виталий Кемиденко, одной коллегой из группы «Луна» и так далее. Внутри также, значит, эта книжка снабжена большим количеством рецензий из различных медиа из СМИ, которые последовали как раз-таки после первого выпуска в 2003 году. Ко всему прочему, я еще сочинил свое слово от автора, она тоже есть здесь. Ни в первом, ни в втором издании не было. Целых два предисловия для этого издания и предисловия, которые сочинил ее автор для второго издания. И сюда же вошли несколько дополнительных материалов, такие как, например, я, по-моему, в 2008 году сотрудничал с журналом, который назывался «Браво», и в каждый выпуск еженедельно писал для них очередную главу такого, как бы сказать, повести с продолжением, который назывался «Школа рока». Вот. Я включил в качестве дополнительного материала это сюда, а также в качестве дополнительного материала сюда включены несколько историй из истории тараканов, которые не было ни в первом, ни во втором издании. Наше самое первое переведенное на русский язык интервью для западной прессы и, наконец, самое первое интервью Юрия Дудя, о котором я сегодня уже упоминал, рассказывая об этой книге. Самое первое, не самое его самое первое интервью вообще в жизни, но самое первое интервью со мной. В 2001 году для «Кассеты я молодой». Ага, да. Так. Супер. Смотрите, сколько подарков, бонусов для ваших поклонников, для поклонников группы. Это очень круто. У нас посыпались вопросы. Давайте я буду так вот чередовать и своими зачитывать. Дмитрий, привет вам из города. Владимир, а какую пластинку очень хотелось бы иметь в своей коллекции? Вопрос такой. Какую пластинку хотели бы иметь? Хороший вопрос, да. Просто, очевидно, читательница, вернее, зрительница, вернее, и зрительница, и читательница одновременно является осведомлена о том, что я являюсь коллекционером виниловых пластинок. Вот. Ну, например, мне было бы здорово дополнить свою коллекцию пластинок американского ансамбля «Рамонс» и к релизам, которые называются «We Out of Here», это концертная запись, которую они сделали во время своего самого-самого последнего прощального концерта. Пластинка очень дорогая. С тех пор, когда этот релиз вышел в свет в 1996-м, она ни разу не переиздавалась. В общем, сложно очень найти, а у меня ее нет, а хотелось бы. Ну, отлично. Я думаю, теперь знают ваши поклонники. У меня такой вопрос. Вот давайте поговорим о «do it yourself», «сделай сам». Как это понятие относится к панк-культуре в целом, и что вы сделали сами, чтобы продвигать группу в 90-е? Было сложно или это было легко? Ну, «do it yourself» — это один из основополагающих принципов панка и хардкора, что предполагалось изначально отсутствие каких-либо контактов с так называемым «большим бизнесом», с мажорными средствами массовой информации и с так называемыми «мейджорами», «мейджор лейблами», то есть со звукозаписывающими компаниями, которые входили в число так называемых главенствующих мейджоров, и контракт, который, как подразумевалось в конце 70-х и 80-х годах, автоматически тянет за собой потерю творческой свободы, творческой индивидуальности теми музыкантами, которые эти контракты подписывали, и попытка встраивания в большой бизнес. Вот что изначально в качестве базового, как бы сказать, аспекта подразумевало это «ethic and do it yourself». Таким образом, первые панки, они придумали свою собственную систему записей, распространения записей, издания записей, их продвижения и так далее и тому подобное. Они фактически создали альтернативную реальность, реальность альтернативную тем правилам и тем понятиям и тем принципам, которые главенствовали на тот момент в индустрии звукозаписи. Ну а времена менялись, и, соответственно, и менялось не только отношение панка и хардкора внутри этой субкультуры к вот этим вот, так сказать, догмам, но еще и менялось отношение больших и средних компаний к подобной музыке, которая потом дала огромное количество прочих всходов. Альтернативная музыка появилась, там всякий там металл, экстремальные жанры и тому подобное, и в результате случилось так, что, в общем, появилось большое количество компаний, которые и не, когда не провозглашали попытку давления на артистов, лишения их творческой индивидуальности и свободы. Вот, и поэтому в дальнейшем принципы Do It Yourself, сделай это сам, они в первую очередь, наверное, правильнее было бы сказать, относились к попыткам самопродвижения артистами, артистов самих себя, то есть без использования каких-то бизнес-схем, менеджеров и тому подобное. То, чем мы, собственно, и занимались практически все девяностые и даже часть нулевых. Это истинкация. Спасибо большое. Был ли пример, по которому вы шли, скажем, были зарубежные, скорее всего, артисты? Проблема в том, что в девяностые годы у нас не было интернета, и у нас практически не было возможности каким-то образом подсматривать, как это происходит за рубежом. Конечно, уже тогда и в Америке, и в Западной Европе было очень большое количество бумажных медиа, бумажных средств, информации, которые на этом сленге называются зины, или фэн-зины, сокращенно от фэн-зин. Вот. Но они поступали в Россию очень дозированно, в наши руки они вообще попадали очень редко. К тому же мало кто из нас тогда мог попалиться хорошим знанием английского языка для того, чтобы, читая эти ресурсы, понимать, как эти процессы происходят на Западе. Соответственно, в нашем случае это были в основном, скажем так, неправильно их называть советами или рекомендациями, но примеры, которые мы постигали у наших старших коллег по российской сцене. В первую очередь в группе «Наив». Музыканты, которые были очень сильно укоренены и погружены вот в эти вот самые принципы, которые отлично говорили по-английски, двое из которых родились в Соединенных Штатах Америки и которые не то что перенимали эти самые принципы, эти идеи, но фактически являются их частью. Вот. А плюс ко всему прочему, мы этим занимались еще не потому, что нам очень хотелось быть встроенными в эту субкультуру, а потому что так совпало. Это был единственный способ, как бы мы могли вообще себя презентовать на музыкальном рынке. Других способов не было, так как большой, ну как сказать, большая индустрия, шоу-бизнес, он нас не принимал. Им не хотелось иметь дело с нами, им казалось, что мы слишком неукоженные, слишком неопрятные, лохматые, играем слишком громкую музыку, играем музыку слишком некомфортную, некоммерческую, малобюджетную и так далее и тому подобное. Но нам-то хотелось все равно существовать, выступать, записываться, издаваться и так далее, и так далее. Именно поэтому мы это делали сами, потому что у нас просто не было никакого другого выхода. А давайте вспомним сейчас ваш самый первый концерт, когда вот вы только вышли с группой. Я так понимаю, что вы через два года, да, после начала существования группы присоединились к коллективу? Судя по всему, да, по-моему, группа «Кутузовский проспект», которой принято считать предтечей группы «Четыре таракана», существовала уже год или полтора до того момента, когда я стал частью группы. Да, так и было. Вот давайте вспомним тот самый первый концерт, вы, я думаю, его очень прекрасно помните. Какие были ощущения, вообще, как реагировали люди, глядя на вас, слушая вас? Ну, смотрите, мы были детишками, нам было по 16-17 лет, и я, когда я примкнул в группе, то двое из музыкантов этой группы буквально через полтора месяца должны были в своей школе выпускаться на выпускном. И первый наш концерт был на их выпускном. Поэтому я к тому, что мы не шагнули сразу ни на большую, ни на клубную сцену, а немножечко потренировались на аудитории, которая изначально была симпатией настроена к этим нашим двум музыкантам, моим коллегам, потому что, ну, как бы, это были их одноклассники, они их знали как облупленных 10 лет перед этим. И вот они стали музыкантами, образовали свою собственную группу. Но сам концерт был, конечно, полной катастрофой. Там не было ни звука, ни света, ни исполнения. Мы еле-еле отрепетировали 6,5 песен, смогли сыграть толком 3,5 из них, запутались в проводах, вырвали электроснабжение, кто-то подсказнулся, кто-то... Ну, короче, в общем, не могли начать одну и ту же песню там 2 или 3 раза. Ну, короче, полный кошмар, если бы это был концерт на, скажем так, сырую публику, неподготовленную, незнакомую лично с нами, или хотя бы с частью группы, то это был бы полный провал. Ну, это был опыт, и, соответственно, давайте вспомним тот самый момент, когда действительно вот вы поняли, что все, это успех, вы стали профессиональной группой, командой, и вот ваш первый профессиональный концерт, как он прошел? Ну, между нашим успехом и профессиональной деятельностью, между первым успехом, первыми признаками первого успеха и началом профессиональной деятельности прошло еще немало лет, я думаю, лет 7 на самом деле. Ведь что такое вообще профессионализм в нашем деле? Это когда ты можешь констатировать, что ты можешь зарабатывать на жизнь от этого, что тебе больше не нужно ходить на работу, Потому что если ты ходишь на работу, на нормальную, так называемую нормальную дневную работу, и играешь в группе только по выходным или вечерком, то это значит, что это хобби, совсем не профессиональная деятельность. Но если эта деятельность позволяет тебе жить, зарабатывать на жизнь, то тогда, конечно, можно считать, что ты уже профессионал. Так в нашем случае мы толком стали зарабатывать на жизнь, наверное, как я уже сказал, лет через 7-8, а то и через 10 после наших этих первых концертов. В то время как определенную степень успеха, заинтересованности у публики и поддержку зала, и, как бы сказать, востребованность на клубной сцене Москвы мы испытали сразу уже после второго или третьего, четвертого выступления. То есть в том же самом году, когда мы дали тот самый первый катастрофический концерт в школе. Потрясающе, здорово. Так, читаю вопросы из чата. Дмитрий, скажите, пожалуйста, если у вас была возможность вернуться в начало или стать успешным в чем-то другом, вы бы снова стали великим музыкантом или выбрали другую стезю? Нет, я бы занимался в рок-музыке, несомненно, и постарался бы преуспеть в этом. То есть, наверное, занимался бы тем же самым. Спасибо. Вопрос из чата. О чем вы мечтали в детстве и осуществилась ли ваша мечта? Когда я был ребенком, я мечтал о том, чтобы на Земле был мир во всем мире, чтобы американцы на нас не кинули ядерную бомбу, чтобы мама была всегда молодой и здоровой, а когда я вырасту, чтобы я стал машинистом метро. Вот о чем я мечтал в детстве. Но, к сожалению, не сбылось ничего. Я не стал машинистом метро, мама умерла в таком, в общем, еще не старом возрасте. Слава Богу, пока что еще на нас, американцы, не кинули ядерную бомбу. Ну, а что касается мира во всем мире, то он пошатнулся чуть-чуть. Даже с тех пор по сравнению. Вот. А стать музыкантом и быть успешным рок-музыкантом я стал мечтать не в детстве, а лет в 12, наверное. А занимались вокалом, кстати, в какой-то студии эстрадной, там были ДК всякие? Занимались? Да, я занимался и занимаюсь по-прежнему. Действительно, в 95-м году, когда я сменил бас-гитару в группе на позицию лидера-вокалиста, я решил хоть каким-то образом теоретически подковаться в этом вопросе и ходил некоторое время в такую же рок-школу в ДК «Красный химик» в Москве на метро Площадь Ильича. Культовое место легендарное. Огромное количество успешных и неуспешных рок-музыкантов посещали в те времена, в 90-е, эту самую школу. Вот. Но могу сказать, что я недолго там задержался и ходил туда очень... буквально несколько уроков. И вернулся к более-менее стабильному процессу обучения вокалу лет 10 назад, то есть когда группе уже было два десятка лет. И с переменным успехом и переменным... и в таком, как бы сказать, пунктирном режиме продолжаю это делать до сих пор. Это очень круто, здорово. Вопрос такой у меня. Какими были российские панки 90-х и чем они отличались от панков 2020 года? О! Дело в том, что уже в 90-е сцена определенным образом расслоилась. И было очень много так называемых совковых панков, которые придерживались определенных вот тех самых легендарных панковских законов и понятий, которые до сих пор люди, не сведущие в этой субкультуре, распространяют сразу на всех, так сказать, ее представителей. Вот. Ну вот те самые, которые не мылись, вроде бы как спали на помойке и вот это вот все такое. И как бы были определенные тусовки также, которые, в общем, в определенной степени пытались следовать тем законам жанра или тем, так сказать, внутренним каким-то составляющим, понятийной, идеологической составляющей этой субкультуры, о которых я говорил чуть выше, если помните. Вот. Поэтому, что касается первых, то о них снят целый документальный фильм. Он, кстати, так и называется «Панки 90-х». Вы можете посмотреть на то, какими эти люди стали, что они говорят на камеру. Вы можете посмотреть в этом фильме какое-то количество также архивной съемки и так далее. Вот. Мы же несли свою диалогию, мы несли свою музыку, мы несли свои представления о том, что есть панк-рок. И в этом смысле я не могу сказать, что мы сильно изменились. Вот. С тех пор, конечно, и панк, как музыка, и как субкультура расслоились еще сильнее. Эти процессы происходили и происходят на Западе, и они, конечно же, в особенности с появлением широкополосного интернета стали проникать все больше и больше на территорию России. Вот. А потом и вовсе, в начале нулевых случился так называемый панк-рок-ревайвал, когда панк-музыка, когда некоторые панк-группы, видеоглипы некоторых панк-групп проникли на MTV, какие-то группы подписались с большими мейджор-лейблами, стали выпускать свои пластинки миллионными тиражами, и это вызвало моду. И эта мода также возникла и на территории бывшего СССР. Стали возникать группы, их было просто невероятное количество, лет пять примерно это бурление просуществовало, потом возникла какая-то другая молодежная рок-мода, та сменилась еще какой-то, и та еще третья, и так далее, и тому подобное. Но что я могу сказать? В основном, наверное, я скажу так, 90-е это были годы, когда эта субкультура была в зачаточном состоянии, у нее было очень-очень мало адектов, мы все были клубным роком, находились в андеграунде, и помыслить о том, что группы из этой тусовки когда-нибудь начнут сыграть арены, играть на радио, и нашим милициям будут украшаться обложки молодежных журналов, ну, было, конечно, очень-очень сложно. То есть это было из разряда фантастики. Спасибо большое за ответ. Вот я хочу напомнить всем, всем, кто сейчас нас смотрит, что книгу, которую мы сегодня представляем, это третья переизданная книга, дополненная, вы можете приобрести в нашем магазине Московского дома книги. Вот видите, там прикреплен внизу комментарий, проходите к нам в сториз, я сделала сториз-пост, по которому вы сможете сразу пройти. Книга, кстати, достойная и недорогая, поэтому welcome. Идем дальше, вопрос из чата. Какая у вас сейчас есть мечта, спрашивают нас зрители, чего хотите больше всего? Признаюсь честно, я некоторым образом не удовлетворен в глобальном смысле тем, как именно развивалась и развивается сейчас карьера группы. Дело в том, что я считаю, и определенные есть тому указания, и мое мнение разделяют некоторые люди, мои коллеги в том числе, что мы как музыкальный коллектив достойны большего, чем тот успех, который мы пользуемся сейчас. Поэтому моя мечта сделать, наконец, к третьему десятку лет нашей карьеры, тараканов, стадионным, ансамблем. Я вот чего бы хотел играть для серьезных аудиторий, для многотысячных аудиторий, хотя бы в крупных городах. Также мне бы хотелось, чтобы группа наша наконец закрепилась, в том числе и на рынках, в других регионах мира. Западная и Восточная Европа, Азия, Япония, чем черт не шутит, возможно, и Америка тоже. В этом смысле мы предпринимаем определенные успехи. Это тоже моя мечта. Также мне очень хотелось бы, чтобы люди победили, наконец, или, по крайней мере, смогли не так нервно реагировать на различного рода глобальные угрозы, как то, например, пандемии различные, или, например, локальные конфликты, в том числе военные, которые могут и способны вылиться в большие конфликты, то есть международные, мировые войны. Это тоже моя мечта. Мне бы хотелось, чтобы были найдены эффективные дешевые лекарства от болезней, которые пока что являются смертельными, как, например, спид, гепатит или рак. Это тоже моя мечта. Так что, как видите, у меня их очень много. И для себя, и для Вселенной. Здорово, здорово. Вот вопрос у нас в чате. Панк-рок, музыка молодых, спрашивают зрители. Естественно, ведь, как известно, человек молод до тех пор, пока он себя таковым ощущает. Кто может мне сейчас сказать? Мне 45. Кто может мне сказать, что я старик? У вас, кстати, в этом году был юбилей. 45 – это юбилей считается? Да, да, конечно. Серьезно? Я не был в курсе. Я думал, что только полтинник этой юбилей. Нет, такие крупные. И что мне еще 5 лет дешево? В общем, вы выглядите шикарно. Молодцы, держите спортивную форму. Спасибо. Вы вегетарианность. Спасибо, это моя лампа. Это моя блогерская лампа. Классно. Так, друзья, еще вопросы, пожалуйста, присылайте. Мы, кстати, подарим подарок, книгу с автографом Дмитрия. Самый лучший вопрос, поэтому дерзайте. У меня такой вопрос. Почему в названии группы «Тараканы» восклицательный знак? Это просто объясняется. Дело в том, что когда группа приняла решение модернизировать свое название и отбросить числительное, поначалу называли «Четыре таракана», то единственное слово, которое осталось для названия «Тараканы», выглядело мало того, что суховато эмоционально, так еще и мы просто... Тогда наши концерты в основном рекламировали с черно-белыми листовками, которые люди, ну, расклеечки, до некоторой пары мы сами расклеивали на улицах. И мы представили, как это будет выглядеть на стенах рядом с объявлениями, которые рекламируют вот эти вот компании, которые занимаются выведением бытовых насекомых. Знаете, наверное, тараканы, клопы, там, выведем, там, умертвимы и так далее. И поэтому мы посчитали, что нам требуется какая-то отличительная особенность в написании. Например, восклицательный знак. И, как мне кажется, это работает. Это выглядит, как, знаете, как истерический вопль человека, который боится насекомых, и он такой ночью, знаете, за что водички подпить на кухне, выключается... Точно, точно. Вот такой эффект это должно было, по идее, как бы в моем представлении вызывать. Ну, так оно и есть, да. Вопрос из чата. Есть ли песни, о которой жалеете, что не вы ее автор? И если есть песни тараканов, которые бы хотели подарить другому исполнителю? Таких песен масса, я имею в виду относительно первой части вопроса. Именно поэтому я практически все время параллельно карьере в группе тараканы играю в группах, которые исполняют кавер-версии. Поначалу это была группа приключений электроников, сейчас это группа ракеты из России. Также в рамках своего собственного сольного акустического концерта я играю огромное количество чужих песен, и можно сказать, что почти все они отобраны по одному единственному критерию. Это те песни, которые бы я мечтал сочинить сам, но, увы, не пришлось. Что касается песен группы тараканы, которые бы я, может быть, хотел бы подарить кому бы то ни было, «Берите любую, ребят, мне не жалко, пожалуйста, если у вас группа и вы хотите делать кавер-версию тараканов, берите любую». Спасибо. Какой период в жизни группы вы считаете самым счастливым и успешным? Самым счастливым и успешным я, пожалуй, на данный момент назвал бы период примерно с 2001 по 2005 год. В эти 4-5 года мы были крайне-крайне результативны, очень настроены, мотивированы на успех. И успех нам тогда действительно сопутствовал очень сильно. Мы выпускали альбомы каждый год. Каждый год мы сочиняли и выпускали новую пластинку. Именно тогда мы заработали свою первую массовую популярность. Именно тогда были сочинены и записаны такие альбомы, как «Попкорм», «Страх и ненависть», «Свобода», «Ракета из России», которые дали неимоверное количество хитов, песен, которые до сих пор находятся в нашем репертуаре. И атмосфера в группе тогда была тоже очень такая, как бы сказать, мы привкушали скорый большой успех. Мы делали все для него. Мы были полны сил, полны энергии, полны какого-то такого драйва, харизмы и настроя на это. Но потом случилось много других, в том числе и драматических событий в истории группы. К сожалению, в книге они не описаны, потому что повествование в этой книге заканчивается 2003 годом. Ну, ничего, как бы. Наши поклонники, ну, наверное, плюс-минус знают там тех, кто за нашей биографией послеживает, знают о том, что именно я имею в виду, кто там приходил, уходил, какие пластинки записывались, какие песни сочинялись и так далее. Могу сказать лишь только одно, что я как бы не жалею ни о чем. И здорово, что все случилось так, как случилось, потому что, если бы не какие-то перипетии, если бы не какие-то повороты сюжетные вот в этой вот истории, которая называется «Биография группы Тараканы», не было бы огромного количества прекрасных песен, которые точно так же, как и те вещи, которые относятся к тому периоду, о котором я сказал чуть выше, занимают достойное место в концертном сете до сих пор и являются суперхитами, которые люди требуют и с удовольствием подпевают им и реагируют с очень большим энтузиазмом. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот вы начинали в начале 90-х. Уже многие те, кто начинали в это время, там, эстрадники подсдулись и вообще идут и выступают до сих пор на старом материале, который был сочинен в 90-е годы. Как вам удается все время быть на гребне волны, и вы постоянно в тренде, вы снимаете новые клипы, у вас учреждения интересные, с интересным сюжетом. Что вами движет? Ну, смотрите, на самом деле, большое спасибо за столь лестный отзыв о нас. Но, знаете, я могу сказать, что есть и такая часть нашей аудитории, которая считает, что на самом деле это не так, что мы давно сдулись, что то, что мы выпускаем в последнее время, не может никакого сравнения иметь с неким нашим старым репертуаром, материалом. Причем для каждого человека, кто эту идею декларирует, ну, наш старый материал, это для каждого что-то свое. Там, для кого-то это один период группы, для кого-то другой, и так далее, и так далее, и так далее. То есть это я к чему сейчас говорю? Потому что, в общем, ваше утверждение, что называется, не является истиной последней инстанцией, не все его разделяют. Однако я его разделяю, это, мне кажется, достаточно уже для того, чтобы мы могли с вами согласиться друг с другом. И я могу что сказать? Смотрите, те артисты, о которых вы упомянули, они либо сочиняют новый материал, но он им самим кажется негодным. И они, допустим, его даже издают и выпускают, но он не выстреливает у них. Либо, и поэтому они, что называется, на старых дрожжах продолжают свое существование. Либо они вообще никоим образом не мотивированы относительно нового материала, потому что считают, что они профессионалы, занимаются этим для того, чтобы зарабатывать на жизнь. Для того, чтобы зарабатывать на жизнь накопленного классического материала, старых хитов из 90-х вполне достаточно. Мало того, их зритель и не требует нового материала, ему не нужно. Он готов слушать те самые песни и не хочет, чтобы его любимый исполнитель сочинял что-то другое, возможно, выражал какие-то новые, непривычные или не очень комфортные идеи в этом новом материале. И они таким образом здесь совпадают, как бы, да, эти самые зрители и эти артисты. В нашем случае мы в музыке не в первую очередь для того, чтобы деньги зарабатывать. Если бы это было так, мы бы занимались бы другим, более коммерческим стилем музыки или вовсе не пошли бы в рок, потому что рок в России это тоже сложно. Я даже не берусь подразделять его на более мелкие субкультурные течения, такие как панк-рок и так далее. Вот, поэтому материальный достаток здесь не является главенствующим критерием для того, чтобы оставаться на сцене. А главенствующим критерием является, ну, собственно, поиск, желание высказываться, желание самовыражаться творчески через песни, через эту музыку. И именно это сподвигает на создание нового материала, на сочинение новых песен, на идеи и так далее и тому подобное. Но есть еще один момент. Как я уже сказал, я испытываю неудовлетворенность определенную, причем я ее испытываю, сколько я себя помню. Даже тогда, когда меня мои коллеги пытались убедить в том, что да ладно, у группы все отлично, у группы все в порядке, да посмотри на конкурентов, да посмотри на тех, кто идет по стопам, да у них все намного хуже. Типа у нас все прикольно. Я никогда не мог эту позицию принять, потому что мне казалось, ну, как бы есть к чему стремиться. И вот этот зуд, который на самом деле нездоровый, и нормальному человеку его абсолютно не нужно испытывать, от него нужно избавляться. Тем не менее, он во мне присутствует, этот зуд, и он меня постоянно... Ну, как бы... Ну, то есть я испытываю неудовлетворение, мне кажется, что у нас впереди еще есть невзятые вершины. А что такое невзятая вершина для рок-группы? Это значит незаписанный альбом, несочиненные песни, несобранная площадка, несделанный дуэт и множество другого. Поэтому мне очень сложно, как бы, принять позицию тех артистов, о которых вы говорите, наших ровесников из 90-х, которые считают, что эксплуатация накопленных суперхитов это единственный возможный способ творческого существования для них. Ну, нет, не так, на самом-то деле. Если ты живой организм, если ты артист и сочинитель, который живет, чувствует, находится в моменте, здесь и сейчас пропускает через себя те внешние раздражители, которые нам подкидывает мир каждый день, каждую секунду, то, естественно, ты будешь сочинять новые песни. А как еще? Спасибо огромное. Вот такой небольшой момент. Мне кажется, некоторые артисты, я не говорю про всех, вот именно из 90-х, некоторые артисты, мне кажется, даже немного, ну, как сказать, жмотничают, что ли, на создание своего материала. То есть не вкладывают столько души, сколько вы, я смотрела вот клипы, да, они действительно же, они дорого сняты, с интересной идеей. Вот это тоже очень большой плюс. Скажите такой вопрос. Вы сами придумываете сюжет для клипов? Или вам помогает, не знаю, режиссер? Когда как? Вы знаете, я уже, наверное, ну, длительное время, где-то примерно половину карьеры группы, то есть лет 15 как, я пытаюсь делегировать творческие, генерирование творческих идей, которые не касаются сочинения песен другим людям, другим специалистам. И создание видеоклипов и создание сценариев для видеоклипов это одна из тех деятельностей, от которых я пытаюсь отказаться, которыми я пытаюсь не забивать свою голову и не заниматься ими. Но, к сожалению, большая часть видеоклипов, которые были созданы без какого-либо творческого участия с моей стороны или со стороны каких-то других музыкантов группы моих коллег, они, как правило, шлак, то есть они не удаются. Они не нравятся ни нам, ни потом они не нравятся публике. Но, к сожалению, так как деньги потрачены, немалые, то нам все равно приходится их выпускать. Поэтому, что касается видеоклипов, а что касается всех видеоклипов, в основу сценария, которых легли наши собственные идеи, то это реже случается. Они в основном получаются и в основном они оказываются заметными и удачными. А какими из последних вы гордитесь клипами? Гордитесь? Песнями, соответственно? Ну, например, по моему сценарию целиком и полностью, практически, с некоторыми изменениями, корректировками, незначительными. Создан видеоклип на песню под названием «Жизнь слишком коротка». Вот одна из съезжающих наших песен. По моему сценарию был снят клип на песню «Собачье сердце». По моему сценарию был снят клип на песню «Собачье сердце». Какие там у нас вообще клипы-то еще есть? А вот мне, знаете, какой клип понравился? Очень понравился клип, где, ну, конец как конец света и молодой человек. Да, это тот случай, когда видео было придумано не по нашему сценарию. А вам не понравилось? Да, это сценарная идея режиссера, но когда нам прислали первую версию этого видео на песню среди... Ой, блин. На песню под названием «Между первым вдохом и последним умерем». Да, 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 да. Забыл уже. Когда нам прислали первую версию, то концовка была другая. В финале он не стоял с манекеном, а это была живая девушка. Они не придумали идеи. Она по какой-то причине не пришла в голову этим ребятам очень талантливым. Они же нам делали клип на песню «Что я могу изменить?» очень здоровский. По каким-то причинам мне пришла в голову идея, как закруглить финал так, чтобы показать зрителю, что главный герой сошел с ума. Сошел с ума, да, да. Да. И тогда мы написали им, эй, ребят, вы чего, блин, просто сделайте манекен. Да, это очень круто было. Пускай будет видно, что это манекен. И они такие, а, блин, да, отличная идея, давайте так и сделаем. Но вам понравился этот клип? Есть сюжеты их, но только концовка наша. Понравился клип-то вот этот? Очень сильно. Это один из моих любимых клипов «Тараканы». Входя в пятерку, это абсолютно точно. Да, у меня тоже очень, я впечатлилась. Вот. Смотрите, значит, идем дальше в чате вопросы. Самые ценные советы, которые вы получали и последовали ли вы ему? Боюсь, я самый ценный совет не выделю. Последние несколько лет я вообще стараюсь слушать других людей, слушать, что они мне говорят в особенности, когда я их спрашиваю сам об этом, что они думают и есть ли у них какой-нибудь совет. Так что я могу сказать, что выделить какой-то один совет в качестве самого важного, самого ценного, я сейчас не смогу, а просто могу сказать, что да, начал прислушиваться. Длительное время своей жизни я вообще абсолютно забивал на мнение других людей. Советы меня не интересовали, я ими не пользовался никогда, я был всегда сам себе режиссер, и типа, что я считаю нужным, так я и действую. Но выяснилось, что в общем и целом эта жизненная стратегия не всегда работает. И что иногда к советам, в особенности людей, которые являются специалистами в чем-то, а я нет. Стоит прислушиваться. Благодарю. Вопрос такой. Хороший. Позвольте я озвучу. Конечно. Все-таки совет. Конечно, извините. Не-не-не, я просто вспомнил, вспомнил сейчас. Я думал, что я тоже уже дошел до точки в ответе, но вдруг вспомнил, что в феврале месяце 2020 года наш гитарист Игорь Гарик Рыбин говорит мне, Димон, а что с твоей книгой? Я говорю, а что с ней? Он говорит, странно, она не продается ни на каких цифровых платформах книжных, типа там Литрес, Букмейт. Я говорю, наверное, у меня истек договор с предыдущим издательством. Он говорит, так ты подписал бы договор с новым, книжка клевая, почему бы этого тебе не сделать? Я такой думаю, блин, почему бы мне действительно этого не сделать? И вот, издательство совета Игоря, мы сейчас с вами в эфире и обсуждаем третье издание. Супер. У меня вот такой вопрос. Не раз на страницах книги встречается опасение, как бы не скатиться в ненавистный русский рог. Чем же он был вам так ненавистен? Дмитрий. Ну, смотрите, нужно понимать, что речь ведется о начале 90-х. И тут, как бы вам объяснить, первые панки в Америке, выдумав этот свой панк-рок, протестовали против рока взрослых. Рок-музыка на тот момент существовала уже лет 20. И я у вас не завис, кстати, на это. Что-то вы меня подвисли. И я и у себя тоже подвис на самом деле. А вам не звонили? Вам не звонили? А, вот сейчас нормально. Алло. Алло, алло. Я вас... Давайте переподключимся, я вас не слышу. Не слышу. Переподключимся, давайте. Ой, друзья, так классно, такая встреча суперская. Жалко, что у нас время эфира подходит к завершению, а ваши вопросы, они просто сыпятся, и кто-то из вас получит книгу. Не забываем. Вот, сейчас я обязательно подключу. Так, все, я добавляю Диму. Так, стоп. Вот, вижу. Добавляю. Ждем подключения. Ребята, не забывайте, что книга продается в нашем магазине, на Новом Арбате и вообще в интернет-магазине. Все сейчас хорошо. Да, смотрите, просто за время пандемии я принял участие, наверное, в пяти подобных инстаграм-эфирах и это общая проблема, когда приходит большое количество людей и большое количество людей пишет комментарии. И несколько раз приходилось мне, приходилось в тех эфирах, которые мы делали, отключать комментарии, чтобы эфир не зависал. Просто вот такая вот рекомендация есть у так сказать, специалистов. Сердечки сердечки не делайте. Сердечки не делайте, тогда не будет зависать. Все, это рекомендация. Иди в эти сердечки. Да. Откликаю на ваш вопрос. Значит, получается так, что когда в конце 70-х рок-музыка уже была изобретена лет 20-25, как и рок уже стал культурой взрослых, то первые панки начали играть панк-музыку именно в том, именно противопоставляя себя музыкальной культуре взрослых, всем этим напыщенным Роллинг-Стоун, Спинк-Флойд и тому подобным группам, которые, ну, как бы, считалось, утратили свою основную задачу, функцию и идею. Английские музыканты, их коллеги тогдашних времен, они противопоставляли свое уже лирическое наполнение своих песен политическому истеблишменту, они продвигали идеи, которые высмеивали, ну, например, в Англии институт королевы, ну, и вообще, как бы, реагировали остро на социальные вопросы на тот момент. Что касается нас, то когда мы в 91-м году начали наше существование как рок-группы, то у нас существовало две идеи. Не быть русским роком, потому что это мейнстрим, потому что это стадионный рок, который, ко всему прочему, еще и вышел на стадионы как скорее запретный плод, нежели чем что-то самоценное. Это, во-первых. Во-вторых, эта музыка была очень, по нашим понятиям, слабоэнергичная, заунывная, нудная и грустная, так как она, как и любой другой рок, который так или иначе укоренен мелодически в фолке славянском, она в основном имела минорный лад, в основном это были, грубо говоря, такие, как бы сказать, баллады, но не знаю, вот для меня главным, наверное, хитом русского рока и иллюстрацией того, грубо говоря, против чего мы были, это песня о ее группы Чай. Вот есть такая песня, на руссконародный лад, кстати, да? Да, именно так. Что мы хотели делать в своей музыке? Мы хотели быть энергичными, мы хотели быть агрессивными, мы хотели быть сексуальными, мы хотели быть как фермачи, мы хотели играть рок-музыку, панк-рок-музыку, чтобы бодрить людей, чтобы радовать их, чтобы вытаскивать их из пучин депрессии, чтобы вытаскивать их из черных серых будней российских 90-х годов, просто, если представить себе, какая тогда была жизнь. И естественно, что нашим главным, как сказать, идеологическим врагом были уже состоявшиеся на тот момент звезды русского рока и жанр в принципе. Поэтому, конечно, когда мы начали создавать наши песни, когда мы начали сочинять на русском в первую очередь, то самой главной нашей проблемой было то, как действуя в понятийном и фонетическом поле русского языка не скатиться в русский рок самим, не предать, так сказать, наши идеалы. Кто-то считает, что у нас это не получилось, кто-то считает, что у нас это получилось. Ну, в общем, по-разному. А вы как считаете? Я считаю, что у нас есть песни, их пяток пять-шесть, может быть, которые при прочих равных можно отнести к разряду русского рока, но только уже к такому, скажем так, скорректированному разряду, то есть тогда, когда основным рупором русского рока стала наша радио, радиостанция наша радио, и эта радиостанция стала включать свой формат все больше и больше более новых групп, нежели Чайф, Алиса, Кино и ДДТ, то общее звучание этой музыки определенным образом скорректировалось немножко в сторону более чего-то модного, современного и прогрессивного. Но и отношение к этому у слушателей тоже скорректировалось. То есть в качестве русского рока стали воспринимать абсолютно все те группы, которые можно услышать на волнах нашего радио и нас в том числе. Так вот самые главные наши хиты, которые в этом самом нашем радио получили массовую известность через наше радио, они, возможно, именно в этом ключе могут быть восприняты как некие такие наиболее радикальные формы именно русского рока. Хотя мы никогда практически не заигрывали с фольклорной мелодикой, с славянским ладом, с псевдо народщиной такой. Это было для нас всегда фу-фу-фу-фу-фу-фу, только бы это нас не касалось никаким образом. Вот. В остальном наш репертуар и то, как мы делаем музыку, мы никогда не идем от текста. Это в редчайших случаях у нас происходит, да? У нас всегда слова на музыку, а не музыка на слова. Мы всегда пытаемся достичь максимального эффекта от прослушивания песни именно на стыке мелодии, аранжировки, темпов и слов. Вот. Но, опять же, повторюсь, так как мы не являемся, давным-давно уже не являемся группой прогрессивной, то есть делающей свою музыку по тем канонам и лекалам, по которым наиболее популярные западные артисты делают сейчас. Мы давным-давно не держим нос по ветру в этом смысле. Мало того, когда мы в 91-м начинали, это уже было ретро. Панк-рок-то кончился в 77-м. Начался и кончился в том же году фактически. Вот. И поэтому я не могу сказать, что мы... Я не назову нас русским уроком, это точно. Но и на острие западничества мы тоже не находимся, это точно. Так что где-то между. Спасибо большое. Осталось 7 минуточек до окончания эфира. Вопросы из чата зачитываю. Скажите, пожалуйста, Райан, или увидеть репетицию или это личное? Ну, репетицию в прямом эфире имеют в виду. Несомненно, несомненно. Я думаю, что очень скоро мы наладим эту историю и это можно будет виртуально присутствовать. Спасибо. А какой альбом из дискографии тараканов ты считаешь самым удачным и самым неудачным? И почему? Пожалуй, самым удачным я считаю идеологию максимум хэппи. Просто все совпало. Есть песни разных типов, есть песни, которые и динамичные, и энергичные, и баллады, и песни, которые завоевали первое место в хит-парадах, и отличные дуэты, да и вообще как бы, ну, очень, мне нравится материал. Он не однотипный, он разнообразный, но в то же время не эклектичный и записан здорово. Это наша первая, первая наша попытка поездки на запись за границу в Германию. Что касается самого неудачного альбома, я, наверное, пожалуй, выделю альбом Best Before. Это второй альбом четырех тараканов, запись 95-го года. Ни одну песню из него мы никогда в жизни... Нет, конечно, когда-то, в 95-м, 96-м, 97-м, не знаю, возможно, в 98-м году мы играли пару-тройку вещей из него, но с тех пор никто вообще никогда не упоминал ни одну песню из него в качестве какого-нибудь желанного трека или, знаете, мы время от времени проводим голосование о том, из каких песен сверстать с отлиц будущего тура. Вообще, они просто не присутствуют. Вот. А из более свежих, но, пожалуй, наверное, выделю альбом Boydodyrovna 2009-го года тоже, наверное, чересчур эректичный, чересчур заумный, чересчур музыкантский для того, чтобы считаться моим любимым. Благодарю. Как с каким исполнителем хотели бы сделать совместный трек? Вопрос из чата. Огромное количество таких исполнителей, как активных до сих пор, так и давно мертвых. Не буду сейчас на этом останавливаться, иначе придется эти шесть минут использовать только на их перечень. Хорошо. Гарик спрашивает. ты живешь по принципу завтра может не наступить? Хотелось бы мне так жить, но на самом деле я живу по принципу, что там у меня через пару лет. А что у вас через пару лет? Через пару лет, но не через пару лет, а в следующем году, 30-летие, например. Группы. Как будете отмечать? Пока находимся мы в режиме постпандемических размышлений на этот счет. Сложно сказать. Понятно. Я думаю, что все будет, потому что ваши поклонники очень-очень ждут 30-летия. И они оторвутся просто, да. Так, так, так. Просто ищу вопросы их. Так, так, так. И пока еще вопросы хочу объявить о том, что, друзья, книга продается в московском доме книги. Поэтому заходите в сторис. У нас есть пост, по которому вы можете пройти и приобрести уже завтра, появится у вас на руках. Так, вроде вопросов все зачитала, если я не ошибаюсь. А, вот, Дим, когда гастрольный тур по России? Скорее всего, нашим следующим гастрольным туром по России, а также по странам СНГ, как раз-таки и будет тур в честь 30-летия. И если все будет в порядке и нашу страну и весь мир, я надеюсь, минует так называемая вторая, а возможно третья или какая-нибудь еще другая волна коронавируса, то мы стартуем весной 2021. Круто. Известно, дата переноса концерта, вот вопрос такой из чата. Какого именно? У нас их много. Да, да, да. Непонятно. Вот мы все вышли из пандемии. До конца 2020 года чем планируете заниматься, какие творческие планы? До конца 2020 года мы бы очень хотели сочинить и записать, а может быть и выпустить, кто знает, новую студийную пластинку. До конца 2020 года я должен спродюсировать новый сборник лучшего, так как следующий год, как я уже сказал, юбилейный 30-летие, а без сборника лучшего нормальной группе не обойтись в юбилейный год, согласитесь. До конца 2020 года мы бы хотели сделать один любопытный тур, который пройдет, скажем так, не по городам России, но скорее по городам Подмосковья и ближайших областей. Очень скоро мы анонсируем его, поэтому я сейчас тоже не буду останавливаться на этом подробно. До конца 2020 года также хотелось бы анонсировать уже наши юбилейные концертные планы, то бишь уже начать анонсирование и рекламу концертов юбилейного тура. Вот такие вот у нас планы. Одна минута осталась, поэтому вопрос такой. Кому мы подарим книгу? Какие вам понравились вопросы? Я на самом деле забыл уже большинство вопросов, которые были озвучены нами сегодня, вами были озвучены, а я на них ответил. Поэтому я доверяю вам и всему персоналу Московского Дома Книги. Моего самого-самого любимого магазина книжного вообще на земле, потому что я живу на Путузском проспекте всю свою жизнь. И я всегда ездил за книжками на Новый Арбат, Московский Дом Книги. Класс. Одно время там был пластиночный отдел, это был единственный пластиночный магазин во всем вообще, во всей Москве, это уже после первой смерти винила, когда виниловые специализированные магазины позакрывались. Я их там именно покупал, себе пластинки, и книжки, конечно же, тоже. Давайте стоп, стоп 20 секунд. Игорь Рокет, который задал вопрос про дискографию, которая лучшая, и удачная, и неудачная. Окей, давайте ему подарим вот такую книжку. Я ее подпишу и подарю вам, возможно, даже лично, если вы живете в Москве. Прощаемся с вами, друзья. Спасибо большое. Любим, любим, любим вас, дураканы. Пока. Пока.